Малая сцена музыкально-драматического театра, скромные декорации, всего пять актеров и несколько десятков зрителей. В метре от них разыгрывается семейная трагедия матери и дочерей. Чуть меньше, чем за два часа от их взаимной любви остается только непонимание, обиды и ненависть. Роль матери, пожертвовавшей семьей ради успешной карьеры пианистки, исполняет Татьяна Романюк. Ее героиня талантлива, красива и эгоистична. Быть женой и мамой не умеет, своих детей она не навещает годами. Актриса признается, материал очень сложный, чтобы вжиться в образ, приходится настраиваться за несколько дней до спектакля. Этот спектакль, я чувствую, он нужен людям, потому что каждый сидящий в зале понимает, что это в чем-то где-то про него. Но это же вечная тема. Дети, родители что-то не додали, что-то не досказали, что-то не поняли. Вы у меня спросили, какая, вот назовите основную фразу вашей роли, я сказала, я тебя люблю. В образе младшей тяжело больной дочери не драматическая актриса, а балерина. Вместо слов в ее роли пластика, которой она выражает и боль, и любовь. Единственный мужской образ спектакля – супруг старшей дочери. Он становится свидетелем семейной трагедии, но помочь матери и ее детям найти взаимопонимание не в силах. Сергей Лупильцев, исполняющий эту роль, рассказывает, подготовили постановку в сжатые сроки за месяц. Играть в ней сложнее, чем обычно. Ни у кого из задействованных актеров нет дублеров. Когда мы готовили этот спектакль, он очень тяжело выпускался, потому что режиссер из Киева, говорили у Коля, она приезжала, уезжала, переносились сроки, в общем, со скрипом, как говорится, выходил из спектакля. Но, слава богу, мы с этим справились. В качестве декорации на стенах прозрачная ткань с тонкими полосками, изображающими ветви дерева. По окончании спектакля зрители аплодируют стоя. Это бесподобный спектакль, бесподобный. Я под очень большим впечатлением переживал всей душой. Как и все фильмы Бергмана, изумительно. И постановка наша замечательная. Даже слезу проронили, потому что очень глубокие переживания и взаимоотношения тяжелые матери, дочери. В следующий раз осеннюю сонату можно будет посмотреть 29 мая на малой сцене. В дальнейшем в театре планируют ставить этот спектакль один раз в месяц. Екатерина Пороханяк, Василий Дмитриев, Панорама.